Извини за выражение, насрать, мне бесит это всё. Отец, он на меня домогается! Не двигайся, не двигайся своим плечом, Ричард, ты понял? Не двигай, я сказал, плечом своим! О, Ричард, здравствуй! А что такое? Здравствуй. А мне бы... Перевязочку сделать. Перевязочку? Стоилы сравнения какие-то? Ну да. А чего даже... Ну, я вчера встретился с медведем, и теперь бы мне плечо перевязать. А его вам зашили хотя бы? Да. А кто? Мистер Шот, Логан. А-а-а. Он, как мне повезло, был с нами в той ужасной прогулке. А куда же вы гуляли-то? Мы ездили на поиски мака, в сторону Тамблвида. И вот на обратном пути на меня напал Гризли. Какой кошмар. Ну, можно поехать к нам, в принципе. А можно где-нибудь здесь, только не знаю, где точно. А у нас есть для перевязок все. Можем здесь где-нибудь. Там есть беседка, пойдемте, я знаю. А-а-а, да. Там достаточно чисто. И вы выжили, получается, да? Кто же вас спас-то? Повезло мне, на самом деле. Да? Он ударил меня лапой. Я отлетел, ударился головой об забор. А Норман и Логан застрелили его. А-а-а. После удара он переключился на них. То есть правильно говорят, что если прикинуться мертвым перед медведем, значит, он будет жалеть тебя и дальше ничего с тобой не будет делать? Не знаю, на самом деле. Ох ты, господи. Господи. Тихо-тихо-тихо, прячьтесь, прячьтесь. Ай, что ж, такая крапинка. Отец. Ай. Прячься, тихо-тихо-тихо. Отец. Прячься, прячься, прячься. У тебя есть, и валер с собой, да? Нет. Все порядки. Спину только уже. Мне нужно купить, мне нужно купить, срочно будет. Тихо-тихо. Отец, ты не ранен. Нет, все нормально. Нормально. Все хорошо? Стой, стой, куда же ты идешь? Ты сюда, ты сюда, ты сюда. Считайте. Так, держись за меня. Где ударился, где, где? Клопчиком. Господи. Так, Ричард, там все в порядке, ты не видишь? Да вроде разобрались. Господи, может кому-то помощь нужна, пойдем посмотрим. Куда же ты идешь? Тебе лучше отойти от... Может, у тебя там, мало ли, какой-то закрытый перелом, а ты сейчас пойдешь? Если я стою, значит, все нормально. У меня, конечно, болит все. Это... Как это? Шоковое состояние просто. Так, Тиена, я войду прошел. Все. И тут пройду. Ау. Ай-яй-яй-яй. 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 Нормально, все в порядке. Ай. Сид, перестань. Ай, что? Хватит себя вести как ребенок. Секунду. Я иду помогать людям. Ричард, отведите, пожалуйста, его в салон и сами идите посядьте. Сейчас я приду. Да не в салон, в беседку пойдем. Все в порядке, не переживайте. Вы не ранены? Нет, нет, нет. Все хорошо. Доброго вечера. Ой, мадам, здравствуйте. Как вас зовут? Мадам Камила меня зовут. Мадам Камила, меня зовут мистер... Как меня зовут, Тиена? Что-то, кажется, я только копчиком ударился. Мистер Брэдли. Мистер Брэдли? А, вы местный врач, я про вас слышала, да? Да, я про вас не слышал, а вы кто? А, я местный, ну, уже местная цыганка. Я здесь за церковью живу в цыганском городке. А это вы Цюриха научили песням про Рингранду? Кого? Нет. Думаю, что нет. Я никого не учила песням никаким. А что вы тут делаете? А налаживаю свой бизнес? Простите, мой мой отец раненый, ему нужна помощь, поэтому... Мы просто очень выражительные, и он не может... Пошли, я сказала. Может, я вам как-то вам помочь? Нет, вы не можете нам помочь. Вы не можете нам помочь, простите, пожалуйста. Пойдем. Я с вами, Ричард. Пошли. Покажи мне потом место. Пошли, Ричард, тоже пошли. Давай, Ричард, удачи. Она достаточно приятная женщина. Извини за выражение, насрать, мне бесит это все. Ой, ты же меня ругала за слово «насрать». Я теперь сейчас буду так же разговаривать, как ты разговариваешь. Хоть где-то во меня пойдешь. Слава богу. Так, где-то беседка-то я забыл. Слева, нет? Не она. Слева, спереди, вон слева. Да, или в салон, там с темножим, мы сейчас ничего не разберемся без света. Пойдемте салон. Да, разберемся, там освещение есть. Пойдем. А, давайте так, да ладно. Хорошая мадам Камилла. Мне все равно, если ты будешь вот так вот, когда ты ранее стоять, подкатывать к женщинам, я эту женщину пристрелю, когда мне будет револьвер. Отойди отсюда, вон. Что ты присел здесь, сидишь? Господи, красота, твою мать. Эй, как диета? Ай, ай, ай. Вот что ты наделал, дебил. Что, хеллоу? Пошел вон отсюда, ладно. Диена, диена. О, привет. Не сейчас. Диена. Ау, ау, ау. Тиена. 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 А где Тиена? Она под деревом, пошлите быстрей. Не готов я к этому. Ой, е-мое. Что? Так, Тиена. Держи, не заменяй. Господи. Все в порядке. Все, смотри на меня. Господи, гроза. Тиена, я старый человек, ударившийся. Мне нужно до салона. Помоги мне добраться до салона. Господи, мне страшно. Ты боишься меня потерять или грозу? Что больше? Я боюсь всего. Ричард, помогите ему, пожалуйста, мне страшно. Да нет, помоги ей. Я туда иду. Почему мне помогать, я не ранена? Тебе нужно дойти до салона. Я могу попробовать донести ее до салона. Да, сделай это, Ричард. Так, все. Что вы делаете? Отец, он мне домогается. Я не домогаюсь. Да, все нормально. Да, все нормально. Да, все, что мне взял за задницу. Отец. Отец. Нет. Не трогай ее жопу. А еще, не забывай, что у меня правое плечо как бы порвано, поэтому Тиена не дергайтесь. Ага. И еще сантиметр ниже, и будет не только плечо. Отпусти. Ай. Нет. Тиена, все, гроза закончилась. Гроза закончилась, гроза закончилась. Все, можешь отпустить теперь. Красив. Ура. А. Ты что ж на заборте их кидаешь? Ты дурак, что ли? Тиена. Да пошел ты к черту. Тиена. Тиена, все в порядке. Все, пойдем, промокнешься. Можете ударить меня только. Ай. Козел. А теперь пойдемте перевяжем ваше плечо. Тиена, нам нужно с тобой поговорить о технике безопасности во время грозы. Лучше под дерево не лезть. Ты такой рот меня лапал, ты даже ничего не сделал. Я не лапал. Ты не лапал меня. Нет, не лапал у тебя. Лапал. Нет, не лапал. Меня лучше знает. Я видел. Ничего ты не... Зачем ты смотрел туда? Чтобы он тебя не лапал, в том ты и делай. Это ужасно, когда я тебя смотрю на задницу своей дочери. Я смотрел на руки Ричарда и... Конечно, да. Да? Ничего не сделал. Так я... Он тебе помогал. Он не помогал, он меня пытался убить. Да... Нет. Это же Ричард. И что? Он что, убить меня теперь не может? Нет, не может. Это же Ричард. Тебе он вообще не нравился. Максимум, кого он убивает, это радость в помещение, когда заходят. Но это другая история. Так. Всё. Всё в порядке? Ну и где твой Ричард? Был здесь. А, ну он, видимо, сделал своё дело и ушёл. Видишь, как благородно. Да куда ты пошла? Там дождь. Фиена! Ты чё встал? Ты не встал, я? Фиена, спокойней. Я что-то тебя не узнаю даже. Может... Спокой... Тише. Так, присядь за стол, Ричард. Может, на второй этаж хотя бы поднимемся? Давайте на второй этаж поднимемся. Тиена, пойдём. Прощенцы одни вокруг. Ты... Так. Пойдём. Ваше платье не идёт к вашей прическе. А может, пьяно короткое? Тиена, ты чего? Ты чего? Это же я так обычно веду себя. Ты чего? Ты меня, походу, укусил. Просто. Нет, это ты укусил Ричард, да я видел. Присаживайтесь, я помогу. Так, Ричард, присаживайся. Получил по морде, теперь давай перевяжем тебя. Так, вот у меня в сумке есть эти перевязочные наши эти бинты. Тиена, вот, возьми. Тиена, да. Да, спасибо. Вот, бери. Хочешь, я это сделаю? Нет. Так, а, ну, значит, ладно. Ты тоже покалечен. Лучше приспусти штаны, я посмотрю, что у тебя случится. Нет, я ничего не буду приспускать. У меня всё в порядке. Уже ничего не болит. Стук попчик ранен. Нет. Можно это без меня? Почему? Так, Ричард, ты что, это боишься меня, что ли? Вы боитесь приспущенных штанов? Брайан, спасибо большое за саб, спасибо огромное. Мы же лекари, мы же в первую очередь, да, лекари, как бы, они люди. О, ну, в плане у нас нету, как... Пола. Пола, да. Не стоит развивать эту тему. Давайте всё-таки сконцентрируемся на моём плече, потому что она болит. Вы много охитите, по-моему, у вас такие щёчки. Нормальные щёчки, чё ты к нему пристало? Так, чё там у него паранетию, скажите, Яна. Да я смотрю его сейчас, пойму. Серьёзно, несерьёзно? С этим дождём и пробежками все по себе эти запачкал ботинки. А чем ты их трёшь? Я... У меня же эта щёточка с собой всегда. Так ты её грязную в карман, что ли, положишь? Нет, у меня в сумке отделение. Вот так вот. Грязное отделение в медицинской сумке? Нет, у меня медицинская сумка с двумя отделениями, с грязным и с чистым. У грязной я откладываю отходы, ну, в смысле, грязные бинты и прочее. А потом стираю и всё новое. У тебя там не болит ничего? Да вообще, с утра не болело, но сейчас вот после нагрузок начала ныть. А морда не болит, она тебя на тебя прям ударила. Я привык получать по лицу, поэтому... Ну, значит, мужчина ненадёжный отец. Не понял? Я ненадёжный. Я говорю, мужчина ненадёжный отец. Это обращение. А-а-а. Понял. Нет, Ричард хороший. Я ненадёжный. Вы по лицу получаете, потому что... Это было давно. Ну, вы же сказали, что вы привыкли. Ну, так. Я ещё и преступников ловил, знаете, тоже приходилось. Вот, преступников ловит. Ричард, а ты кем хочешь стать через пять лет? Ну, на самом деле, лет через пять я хочу дом себе построить. Я сесть в этих краях. Ферму хочешь? Ну, броня мужчина, ты сказала, что дожить бы ещё эти пять лет. Вот именно. Знаете, в том, что я доживу эти пять лет, я не сомневаюсь. А мне кажется, стоит и сомневаться, как-то вот так вот. Господи! Ай-й-й-й-й-й-й-й. Вот такой опять, чёрт возьми. Ричард, как это решёт. Я не ожидал, что тут ваша дочь-то ходит. Извините, пожалуйста. Ну, меня вроде только что переминтали, поэтому... Всё, отлично. Я просто решил подняться здесь. Да. И теперь мне... Ты как? Ты в порядке? У тебя там раны не... Я, по-моему, кстати, не завязала бинт. Там просто отрезала лишний. Давайте-ка сейчас погодите, я зафиксирую вам обувь. Не двигайся, не двигайся им плечом, Ричард. Ты понял? Не двигайся, я сказал, плечом своим. Рана не ноет у тебя? Да вот с утра не ныло, а пришлось поносить тену, и швы немного начали расходиться. Швы зафиксировали? Да. Всё отлично. Алкоголь немного выпей, расслабляет и обезболивает немного. Безболивающего нет, так что как-то так. Настойки тоже нет, сам понимаю. Швы разошлись, какой алкоголь? Сейчас ещё разжижится всё, кровь пойдёт ещё сильнее. Сейчас в ближайшее время алкоголь никакой нельзя, чуть попозже. Ну, а настойки, я имею в виду, алкогольные. А, ну это да. Извините, сэр, я не ожидал, что вы здесь находитесь. Не хотел напугать вашу дочь. Да всё в порядке. Теперь её надо искать. Кстати, мистер Брэдли, правильно? Да. Вам требуется опиум как обезболивающее в ваш, так скажем, покое, там, где вы оперируете людей? Ну, вообще хотелось бы, да. Хорошо. В общем, через какое-то время, возможно, мы договоримся о сумме. А что, у вас это бизнес, что ли? Я попытаюсь, так скажем, достать опиум. Он мне нужен, во-первых, как медику, и я вот хочу поделиться с врачами местными тоже, то есть за определённую плату, естественно, чтобы это было. Ну, тогда мы с вами поговорим. По поводу работы, Логан, мистер Шотт, вы, может быть, в какое время вам удобнее работать? Вы мне хотите работу предложить? Ну да, может быть, если вот где-нибудь после 11 вечера вы, допустим, вот будете. Да, в принципе, да, я готов вам помочь, если что-то требуется. Хорошо, тогда я поговорю с шерифом и скажу, что вот помимо нас Тиена ещё будете вы. Хорошо, да, это... Буду очень благодарен, на самом деле. Такие поздние вечерние часы. Хорошо, обязательно. Ваша дочь не будет против или мне нужно будет держаться подальше? Ну, я думаю, она не будет против, но вам нужно будет держаться подальше. Хорошо, хорошо. Есть проблемы? Хорошо, тогда я по поводу вашей зарплаты поговорю и скажу вам. Да, мистер Брэдли, обязательно. Да, всего доброго. Брэдли на лавочке возле салона. Где? А, вон она, сзади ваша дачная. А, спасибо, Ричард. Да, да. Это что за хрен такой ноги тут раздвинул свои? Хочет или взвстукает, почему? Он получит. Мужчина. Вы чё тут встали-то так? Ну-ка, пошли в воду, пошёл в воду сюда. Это я к нему села. А зачем ты к нему села? Потому что мне страшно было. Пойдём сели на ту лавочку. Не хочу никуда садиться. Да, пошёл в воду. Сел выгнал. За что? Ну, потому что тут сидеть в такой поясе рядом с моей дочерью. Так мужчины вообще постоянно сидят, по-моему, нет? Нет, я так сидел когда-нибудь. Да. Нет. Мне напомнить годы, когда ты так сидел постоянно? Тёмные времена были. Ну, сидел же. Я не помню. О, господи. Так. Мне нужен револьвер. Сейчас купим. У тебя деньги есть с собой или надо дома съездить? Доллар у меня есть всего. Сейчас нужно узнать, сколько он это стоит. Что случилось? Почему ты кашляешь? Не нужно говорить, что ничего. Что в порядке? Я сейчас обижусь. Да я не знаю, что кашляю. Пройдёт. Не пройдёт. Лекарства попей. Хорошо. Так. Видимо, под дождём нужно меньше ходить. Короче. Так кто же не холодный? Я поговорил с Логаном. Ну, а после дождя, когда промокшь и ходишь, пока всё высыхает. В общем, поговорил с Логаном. Я договорился с ним, что он будет в вечерние часы поздние, так сказать, помогать людям. Я с этим... Шерифом я договорюсь о его зарплате, короче. Да, да. То есть это будет не ущерб нашей зарплаты, а просто он тоже будет это... Ну, чтобы в пределе был парень, и чтобы... Почему это он? Только медиков, из всех медиков ты выбрал того, которого я боюсь. Ну, а ты же не будешь вместе с ним работать. Он в те поздние часы, когда мы не сможем. А вдруг я смогу? Ну, тогда ты будешь... Я сказал, чтобы он держался в это время от тебя подальше. Всё нормально, не переживай. Просто он это, видишь как... Из-за Ричарда порвалось пальто, придётся новое покупать. А у него плечо из-за тебя порвалось. Мне всё равно. Зачем он меня схватил? Как ты вообще позволил человеку... Да потому что я... Чужому меня схватить? Он... Нужно тебе было под крышу... Он меня спасал. Да нет, он тебе просто это... Чтоб ты ударил его. Нет, он меня спасал и схватил. Он хотел тебя отнести в салон. Укрыть. Понимаешь? Против моей воли. Да, а ты что, хотела под деревом прятаться и плакать, пока это не ударит молния в дерево? Да. Ну вообще звучит как план для человека, который хочет умереть и оставить отца одного. А ты вот со своим горлом тоже вот не лечишься, тоже звучит как план, как оставить меня. Я пойду, приду и выпью на стойку. Вот если ты не выздоровеешь, я... Я осуществлю свой план. Какой это план? План... Сесть под деревом во время грозы. Что ж ты... Говно наступил. Так, нет, не смей. Кто я? Я наступил в говно. Говорю, сейчас только что. Когда родилась я? Что? Нет, ты что ж ты... Ничего аж такое. Я вот сейчас шел... Да, понятно. ...по дороге. Наступил давно. Понятно, все. Я все поняла. Так, что у тебя... Что ж с тобой сегодня? Ну так вот ты рад был моему рождению, конечно. Всегда знала, что... Я рад был твоему рождению. Я думал, никогда не будет детей у меня уже. Почему? Ты бесплатен? Ну мне... Сколько тебе? 22? Ну да. А мне 61. Ты родилась, когда мне было 39. Так и что? Да, в 39 там уже дедами были все. Нет. Да? Нет. Да? Нет. Да? Нет. Да? Нет. Да? Нет. Я лучше знаю, да. Нет. Надо у кого-нибудь кто скажет, что да. Да. Нет. Да? Нет. Да? Нет. 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 Да? Да? Что ж, ну прям такая, прям как матч? Нет. Да? Нет. Да? Не-не-не. Пальто выбирай себе, да? Нет. Да? Нет. Не будешь выбирать пальто? Нет. Ну тогда пошли обратно. Нет. Пони разбери тебя, конечно. Да? Нет. Да? Нет. Да? Нет. Да? Нет. Нет. Да? Нет. Да? Нет. Да? Нет. Да? Нет. Да? Нет. Да? Ты встанешь? Нет. Да? Нет. Я встану. Ты встанешь. Да. Нет. Да. Нет. Да? Нет. Да? Нет. Да. Нет. Да. Может, хватит? Да. ну вот сама говоришь да я говорю да говорю нет да нет да нет да нет да нет звучит неубедительно нет звучит очень убедительно да 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 хватит да нет нет да нет ладно ты убедила да нет ну зачем победил да 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 ну что выбрала себя нет а любишь меня отец это не думал съездить куда-нибудь на север как нибудь а чё там ну посмотреть там снег не можно конечно только собой нужно взять пару ребят чтобы это медведей волки ну ричарда можно взять этого тюриха да он проблема почему он проблема не знаю он ранится быстрее чем другие зато он тебя сразу готов будет спасти он не будет готов связать и унести куда-то вот что он готов сделать безопасное место неправда и не хочу начинать нас новый спор ну это же посмотрим мы нет 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 а кто это по твоему как кого можно позвать только не говори что вот этот джорди джорди долорес нет аппарат джорди долорес джуманджи ну чё-то надо я не могу запомнить это доллара слишком длинно для меня а джорди был принял к это один лет тридцать назад потерялся пошел во время дождя играться и все и сейчас говорят его в сточной канале видели но это не то есть и намекает что она исчезнет все мы когда-нибудь исчезнем нет я просто говорю что имя откуда мне это так револьверте нужно купить нужно за деньгами съездить давай сейчас зайдем спросим а моя лошадь я крапинка кто взял мою крапинку я пойду поспрашиваю может видели лошадей слушай здорово мужик ты не видела лошадь крапинка ее зовут нет понятно добрый день скажите сколько стоит самый дешевый револьвер 7 до я покупал за 5 недавно владелец сменился сменились и цены понятно спасибо нет конечно ничего мы бесплатно лечим если нужно лекарство моего продаку продадим это за три доллара бутылку лекарства мне наверно пока не понадобится ну вот и смотри на перевязку я наверно еще приеду конечно конечно так ты не видел мою лошадь крапинку на крапинку откликается не так как выглядит серая кентуккийская вот как за твоей спиной но это моя да ну вот у меня такая же нет к сожалению не видел после перестрелки здесь а может быть испугалась все спасибо большое отец мою ложь по крайней мере похоже на мою видели как она убежала во время кражется и на юг а вот вроде после перестрелки мою тоже наверное убежал от поискать надо искать может я тоже на юг побежал давайте давай еще и сегодня проверим просек ухать и каш 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 не наступим говно ну ты конечно да цюрих что шериф так собака прогоняет да я понял все нормально с ним он сказал что слегка его кусок козла блин а нормально как найдем твою лошадь поищем мою а то волки сажут еще там ричард еще придет на перевязку кстати к тебе великовали ко мне ты же перевязывал ты кстати не зафиксировал его перевязку узел не завязала сразу убежал и нет ты отрезала только и все произошел логан убежала не пришлось заканчивать на перевязку хорошую сделала молодежь это не копыта нет тут а или это ричард побежал это ричард пробежал не то чтобы он козел но на лошади вроде был олень олень почему но олени милые на дурные ну что с ним взять как на цвет от повозок смотрят так сразу останавливается правда почему на фонаре тележанцев и останавливается а грузовой лошади их могут не заметить в темноте а ничего себе ты не знал да как то нет ничего себе что это они это погибают что ли под конями жалко олени а ты сегодня не видела этих как их этих продавцов местных которые всего они все продают они типа 20 подвозили еще на карете соломон там сломан да они нет я не видела это было как я могла их увидеть ну мало ли пока лошадь искала так я не так долго я ищу мушкары то сколько рот главное лишний раз не открывать это да это мушкара нормально крапинка тут следов много да здесь что-то недвижимость какой-то проезжает сказала ричард это ваш ты нашел ее ничего себе крапинка спокойно спокойно а где она была ты зацепилась там вздой за кусты и стояла огромное тебя спасибо с меня ты пьешь общую с меня бренди тебе хорошо так тьерна 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 садись к садись я подвезу я пешком спасибо почему хочется пешком пройтись тогда я тоже твою лошадь украдут почему она за мной идет крапинка идет за мной так вот ажан а где а вот она сейчас ну крапинка сюда